Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет обзор на iJoy Quad Box Mod и Griffin 25 Plus. Погнали! Ну что, ребят, в общем-то, вот эти два устройства Griffin 25 Plus и iJoy Quad Max. Давайте мы начнем с самого мода. Поставляется он в такой самой обычной коробочке, на которой написано сверху iJoy Max Quad 18650 Box Mod. Это мы откладываем, и сверху у нас небольшой такой поролончик. И вот, вот он сам мод, такой вот аж здоровый. Вот так вот он красиво выглядит. Вот поролоновой прокладкой нас ждет вот такая вот коробочка, в которой всякие разные ништячки. Во-первых, это кабель microUSB, во-вторых, это гарантийная карта и, соответственно, юзер-мануал. И все вот это вот, это накладки. Это накладки на боковую часть Box Mod. Они выполнены вот такой вот текстурированной тканью и имеют просто кучу разных цветов. Коричневый, зеленый, белый и очень много разных цветов. И, соответственно, вы свою накладочку наклеиваете под цвет самого Box Mod. И у меня Box Mod черный, и я наклеил черную накладку. Ну что, вот этот сам Box Mod, и сразу хочу вам сказать вообще прям кучу минусов, которые сразу можно вот здесь вот вам показать. Во-первых, качество материала. Материалы здесь очень отвратительного качества, пластик дешевый. Вот крышка, вот что это? Вот закрытая крышка, да? Берем Box Mod, и она открывается. Ну что, давайте сразу же тогда пробежимся по этому Box Mod, что сверху, что снизу. Сверху у нас 510-й коннектор, надпись Max, 4 болтика. С этой стороны у нас накладка и отверстие для вывода газов. Спереди у нас кнопка Fire, плюс, минус и экранчик. Слева у нас отверстие microUSB, накладочка и больше ничего. Снизу у нас написано iJoy, сертификаты. Снизу у нас написано iJoy, сертификаты и схема, как правильно вставлять аккумулятор. Давайте же мы их сразу вставим. Здесь можно использовать как 4, так и 2 аккумулятора. Сейчас я буду использовать 2 аккумулятора, будем вот по этой стороне вставлять. То есть здесь мы сначала вставляем минусом вверх и плюсом вверх. Все, закрываем. И когда уже крышка закрывается, да, тогда она сидит очень хорошо. А так сама по себе она очень-очень жестко болтается. Вставляя аккумулятор, у нас сразу же загорается экранчик. И что мы здесь видим? Заряд аккумуляторов, так как мы вставили только 2 аккумулятора, у нас будет гореть только 1 индикатор. Мощность подаваемая, режим преднагрева, вольтаж и сопротивление. Оставляем боксмот в сторонку, потом мы поговорим о меню и его преимуществах. И сейчас мы с вами поразговариваем насчет GRIFFIN 25+. В общем-то здесь лежит сам GRIFFIN. Под этой крышечкой у нас лежит запасное стекло. Допы, очень много орингов, переходник на 510 дрипти, бултики, отверточка. Верхняя крышка без верхнего обдува, которая, кстати, дилериновая, потому что основная крышка, она металлическая. Запасное стеклышко. Ну и заглушка для того, чтобы использовать бак с одной спиралью. Ну что, в общем-то, вот так вот выглядит наш GRIFFIN. Сверху у нас крышечка вместе с верхним обдувом. Мы можем ее спокойно открутить. Откручивается она очень хорошо, резьбы приятные. Далее она встречает 2 здоровых отверстия под заправку жидкости. Бортик небольшой, чтобы жидкость не проливалась. И, соответственно, сам воздуховод. Снизу у нас написано то, что дизайн и сборка от GeekVape, серийный номер B4988B, сертификаты, GRIFFIN 25+, пин, который можно настроить. И уже откручивая всю эту нижнюю часть, мы можем добраться до базы. Ну что, вот наша база обычная, велосити, стоечная. Я бы сейчас не хотел все это дело разбирать и заново укладывать вату, потому что это очень и очень геморно. Вот все GRIFFIN, которые у меня были, GRIFFIN 22, GRIFFIN 25, 25+, с укладкой ваты, это просто полный капец. Но в 25+, GeekVape решили немножко изменить концепцию укладки ваты. То есть, если вы вспомните, в 22-25 версии обычных, там просто кольцо накручивалось. Здесь же, снизу есть небольшие отверстия, в которые просто ватка утрамбовывается. И, соответственно, оно как бы противоречит протеканию. Но это уже зависит от того, как вы кладете вату, и все равно у меня, допустим, оно постоянно протекает. По бокам у нас два отверстия для обдува. И все, с базой мы разобрались. Давайте сейчас перейдем к основной части. Откручиваем купол. И здесь мы уже можем спокойно взять и снять стекло, если, допустим, у вас, не дай бог, оно разбилось. Все, вот так вот очень простенько разбирается наш бачок. Так, накручиваем мы его на наш iJoy Quad. Блин, это просто самый, наверное, здоровый сетап, который я видел в своей жизни. Мод, блин, на 4 аккумулятора и еще GRIFFIN 25+, это просто жесть. Ну что, насчет мода. Чтобы перейти в меню, надо нажать 3 раза на кнопку Fire. Раз, два, три. Мы находимся в режиме меню. Здесь мы можем выбрать режим термоконтроль на никеле, на титане, на нержавеке и режим Power. Это позволяет переворачивать экран. То есть мы нажимаем у нас экран переворачивается. Нажимаем 3 раза, мы опять попадаем в меню. И, соответственно, его переворачиваем. И последний пункт меню мы можем настроить перед нагревом спирали. Допустим, можем поставить Hard. И, соответственно, у нас будет гораздо жестче разогреваться. Ну что, я вам показал, как эти два устройства комплектуются. Немного показал вам их вблизи. И сейчас давайте поднимемся наверх, о них поговорим. И о всех их минусах вы сейчас узнаете. Итак, в общем-то, iJoy Quad Box на 4 аккумулятора. Сейчас мы будем разговаривать именно с ним. По меню он никак не отличается от того же RDTA Box, на который у меня был обзор прошлый. Очень не нравятся размеры. То есть в руке он лежит хорошо, да? Но, видите, у меня пальцы еле смыкаются. То есть, соответственно, лежит не совсем удобно. Крышка это капец. Если нет аккумуляторов, она у вас будет просто болтаться. Если аккумуляторы есть, она у вас будет снизу чуть-чуть выпирать. То есть она здесь закреплена, здесь закреплена, а здесь не закреплена. И, соответственно, она чуть-чуть провисает. И мод, если он будет стоять, он будет вот так вот болтыхаться. Это тоже не очень удобно. Мод сделан просто из ужасных материалов. Пластик очень и очень дешевый. Такое ощущение, что в китайских, наверное, пауэрбанках или компьютерных мышках используется пластик, наверное, лучшего качества. Потому что здесь, ну, по ощущениям даже чувствуется, что полное говно. С боксом закончили. Давайте начнем до Гриффина. Гриффин 25+. Нету в дриптипе специальной сеточки от брызг. То есть в дрипке Фараон, во многих других устройствах есть специальная сеточка внутри, которая при парении препятствует попаданию жижки, допустим, если она плескается. И здесь ее явно не хватает. Насчет укладки ваты. Укладка ваты, да, здесь стала гораздо легче, чем в предыдущих версиях. Но сколько раз я не перекладывал. Наверное, раз 300 перекладывал эту вату. Никак я не могу нормально ее уложить, чтобы она не текла. Она в любом случае будет течь. И тем более то, что это бачок, создается давление. Этого вообще никак не избежать. Очень нравится использовать его без верхнего обдува. Я вообще не вижу смысла в верхнем обдуве. Именно сама вот эта вот дилериновая крышечка, она по ощущениям, ну, в несколько раз лучше, чем эта крышка с верхним обдувом, которая просто громоздка и еще нагревается при использовании, потому что это металл. Вот так вот он выглядит с этой дилериновой крышкой. И, честно говоря, парится гораздо приятнее. Но так явных плюсов я здесь не вижу. Если рассматривать это как сетап, да, оно годно, но надо учитывать все минусы, которые я упомянул выше, потому что они хоть и не совсем критичные, хотя нет, они критичные, но я бы не стал советовать покупать этих два устройства. Если рассматривать альтернативу этому инбоксу, можно взять ту же Рексу на 300 ватт, на которой у меня, кстати, будет обзор. Если вам нужна автономность, можно взять даже тот же Миникин. У Миникина автономность просто на вышке. А если рассматривать замену Гриффина, я бы взял все-таки, наверное, Фуджи в формате GTA, то есть Гениус Танк Атомайзер, он в разы лучше, чем тот же Гриффин. Ну, на этом у меня все. Большое всем спасибо за просмотр. Всех с наступающим. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok